Всем привет, друзья! Как ваши дела? Надеюсь, что у вас всё хорошо, у меня так точно, потому что сегодня в подлокотнике моего дивана находится очередная посылка из Китая, и я собираюсь её вскрывать. Посылка так-то увесистая, весит целых полтора килограмма, но хоть убейте меня, но я не знаю, что там внутри. Дело в том, что я постоянно заказываю всякую ерунду из китайских веб-магазинов, они постепенно приходят без предупреждения, и для меня это точно такой же кот в мешке, друзья, как и для вас. Потому что ни я, ни вы не знаю, что находится внутри, но не беда, сейчас узнаем. Итак, полутора килограммовая посылка, что ты такое? Тут у нас есть какой-то кейс. Всё упало. Итак, из кейса у нас выпал вот такой огромный коврик для мыши. Офигеть, посмотрите, какой он здоровый, он еле-еле помещается в кадр. Честно говоря, я сейчас удивлён даже дважды. Во-первых, потому что я такой коврик не заказывал, а во-вторых, я не знаю, что с ним делать. Он слишком большой, чтобы положить его под мышку. Может, есть смысл положить такой коврик под ноги? Ну, типа, какая разница, коврик для мыши, коврик для ног, всё равно же это коврик. Или, я не знаю, его можно использовать вместо пледа, когда холодно. Реально, он очень здоровый. Но, тем не менее, я такой коврик не заказывал. Также есть кейс. Очевидно, для этого коврика, но он маловат. Я не знаю, для чего это. Внутри этого кейса есть сетка для всякой всячины и какая-то вот такая странная плетёнка. Такое ощущение, что в эту сетку можно засунуть всё, что угодно. И плюс она ещё и отсоединяется. И рвётся. Смотрите, здесь уже порвалось. Но, тем не менее, оно вот отсоединяется на липучке. И вот такой кейс. Фиг пойми, для чего. Явно не для коврика, потому что он с она точно не поместится. Так, ладно, продолжаем. Здесь есть что-то ещё внутри. Вот такая штуковина. Ещё запечатанная. Тоже какой-то кейс, но уже тяжёленький. Здесь точно что-то есть. Неужели это игровая мышка? Но если есть коврик, должна быть мышка. Из того, что я в ближайшее время реально ожидаю, это наушники, квадрокоптер, несколько ноутбуков, пара смартфонов. Возможно, здесь наушники лежат или... А, нет. Это набор инструментов. Помню, да, действительно, мне буквально пару недель назад писали чуваки, мол, типа, можно высадить такую коробочку на обзор. Я говорю, типа, ну, а фиг ли нет, там инструменты, может быть, машины с ними так лупают. И, в принципе, дом пригодятся. Какую-то положили визитку. Смотрите, написано, we have nothing. То есть, у нас ничего нет. Что бы это ни значило, очень странная визитка. Также написано что-то по-японски, но, с другой стороны, хлопок. Зачем хлопок инструментам? Не понимаю, нифига. Ну, вот, собственно говоря, сами инструменты. Ничего про них не знаю, друзья. Просто вот реально написать, чуваки. Да, друзья, как бы это комично не было, но такое действительно бывает. Соглашаешься на всякую ерунду и тебе её потом присылают. Ну, в принципе, что, здесь есть кусачки. Плоскогубцы вот такие небольшие. Две, судя по всему, часовые отвертки. Вот, очень маленькие отвертки, плоская и крестовая. И два разных пинцета. Первый пинцет довольно-таки необычный. Он с белым наконечником. Я так понимаю, это керамика. И такие щипцы делают для того, чтобы хватать что-то горячее. Но обычно они больше. А это какие-то такие ювелирные, что ли, для алмазов, я не знаю. Ну, а вторые щипцы более-менее обычные. Просто они немножко изогнутые. Ну, вот, а что находится с другой стороны, я совершенно не представляю. Вот это похоже на пинцне. Такие, знаете, маленькие очки. Они надеваются и держатся на носу. А по факту это ножницы, что ли? Воу! Нифига себе, реально. Это ножницы такие. Маленькие, компактные ножницы. То есть, они вот так в разобранном состоянии. А вот так... Опа! Убираются. Даже вот. Вот такие маленькие, компактные. Офигеть, удобно. Вот эта штука в полиэтилене мне вообще не дает покоя. Там есть даже... Ой! Настолько не дает покоя, что даже выскальзывает из рук. Вообще какая-то непонятная фиговина. Смотрите, циферблат есть тут. То есть, трехзначные числа показывает. И сзади отсек для батареек. Вообще не понимаю, что это такое. Знаете, мне уже начинает казаться, что это не набор инструментов, а какой-то набор юного физика, что ли, или что-то такое. Вот это что такое? И какие-то грузики, что ли, я не знаю, смотрите, там 15, 20, 35, 40. Что это такое? Вот это вот похоже на лазерную указку. Но это не она, стопудово. Тут развинчивается, и внутри ничего нет. Блин, что за фигня? Короче, вот эта сторона набора мне нравится. Здесь хотя бы полезные и понятные мне инструменты. А здесь что-то непонятное из физики. Вот это вообще моток проволоки. Я реально не понимаю, что с этим делать. А вот эти штуки, смотрите. Они вообще не закручиваются, не завинчиваются, ничего. Это какие-то просто цилиндры. 20, 15, 30, 25. Вот этого, друзья, я совершенно не ожидал. Просто вбил в гугле то, что написано на коробке вот с этой стороны. И знаете, что это? Оказывается, это нифига не набор инструментов. Нет, в смысле, это набор инструментов, конечно. Но он не для машины, не для ремонта по дому. Он для того, чтобы сделать самодельный вейп. И я вот сейчас себя чувствую очень тупо и очень глупо, потому что реально вот пару недель назад написали какие-то чуваки на английском языке, мол, чувак, вот у нас есть такой крутой набор. Показали фотку. Вот эту фотку, которую вы сейчас видите. Я на нее так посмотрел. Думаю, хммм. Набор инструментов. Круто. С ним можно будет доделать машину, например. Это очень классная штука. А оказывается, это для того, чтобы сделать самодельный вейп. Я вот вам что скажу. Я, друзья, такой набор себе не хотел. Вот серьезно, я думал, что это инструменты. Но, вот как здесь пишут, это набор для того, чтобы самому делать койл. Я более чем уверен, что эти чуваки связались со мной после того, как увидели наше шутливое видео про вейп ролл, которое не более чем сатира, сделано для того, чтобы выснимать вейпер. Я более чем уверен, что эти чуваки связались со мной после просмотра вейп ролла, который мы сделали только для того, чтобы высмеять вейперов. Это не более чем сатира. Мы реально сделали ее для того, чтобы обсмеять вот эти все приколы про 95%, патом и прочее. Чуваки, походу, приняли это всерьез. Отправили мне такой набор. Он мне не нужен. Друзья, но, тем не менее, он вроде бы классный. То есть тут, ну, прям реально крутые инструменты. То есть они из гравировки. И из хороших материалов. У меня теперь к вам такой вопрос. Интересно ли вам увидеть продолжение? То есть, я так понимаю, с этим набором можно сделать что-то такое очень крутое. И наверняка вейперы об этом мечтают. Но я об этом не мечтаю. Мне это не нужно. Но, может быть, это нужно вам. Может быть, это вам интересно. Поэтому, друзья, прямо сейчас в комментариях пишите, интересно ли продолжение или нет, чтобы узнать, что вот это, например, за штуковина. Потому что просто так я не буду это изучать. Мне это нафиг не надо. Но если вам интересно, я реально покопаюсь в интернете, узнаю, что это за штука, как ей пользоваться. Вот, найду друга вейпера. Он наверняка мне подскажет. Но сами это делать не буду. Так что, друзья, пишите в комментариях. Если лень писать, просто ставьте лайк. Давайте так. Если набирается 10 тысяч лайков, я изучаю все, что здесь находится и учусь этим пользоваться. Вот. Хоть и против своей воли, но, тем не менее, раз уж эта штука приехала, надо как-то ей воспользоваться. Иначе я просто ее выкину серьезно. Ну, жалко, конечно. Отверточки, наверное, оставлю. Отверточки и вот эти офигенные ножницы. Потому что они компактные. А все остальное, вот эта хреновина мне точно не нужна. Так что, друзья, если интересно, отправьтесь в комментариях, пишите, ставьте лайки. Если нет, ну и как бы хрен с ним. Вот. Такая хигня, друзья, бывает. Я реально, я думал, придет классный набор инструментов. Пришла какая-то фигня. Ну, такое бывает.